Видео о том, как мой коллега Владислав Сурков съездил в Дубай на презентацию «Угадайте, какого смартфона?» я разделю на две части. Первая часть будет посвящена непосредственно смартфону Realme GT. Вторая – стандарту связи 5G, который вскоре придет и в наши замшелые технически отсталые края. Ну и, наверное, будет третья часть. Для самых голодных на путешествия. Просто подборочка красивых фото и видео, снятых с трех смартфонов сразу. Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra и, собственно, Realme GT. В последней части я, наверное, вообще ничего говорить не буду. Я просто встану и пойду пить чай. Или переверну рис с грибами, который у меня готовится. А вы будете смотреть на картинки. Не зря же Сурков в конце-то концов в три камеры снимал город, считающийся самым богатым в мире. После Белой Церкви, разумеется. Но давайте к делу. Realme GT обещает быть самым крутым бюджетным флагманом 2021 года. При ориентировочной цене в 400-450 баксов, в зависимости от конфигурации памяти, в него напихали все по самые порты, если вы понимаете, о чем я. Qualcomm Snapdragon 888 с, по заявлениям производителя, инновационной системой охлаждения. Есть. Amoled-экран на 120 Гц и 300 Гц частотой отклика сенсорного слоя. Есть. Аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой. Есть. Выразительный дизайн. Есть. Тонкий легкий корпус. Милости просим. И да, это все, что флагманского у смартфона нам показали. Но, эй, это было первое знакомство, а не полноценный обзор, которым мы, кстати, сейчас занимаемся. Так что следите и не пропустите. Тем более, что на кое-какие упрощения Realme все же пошла. Ну, например, как я понял, нет поддержки 8K видео, несмотря на подходящую систему на чипе. Нет беспроводной зарядки, нет влагозащиты. Сам набор камер удобоварительный, но любому флагману, очевидно, уступит в функциях и возможностях. Хотя, стоит отметить, что тестировал мой коллега инженерный сэмпл и его прошивка не была допилена. Так что в коммерческих устройствах все может быть даже немного лучше. Также не забывайте, что это все-таки Qualcomm Snapdragon 888 и тот же ISP там дай боже. Так что я думаю, кастомные сторонние камеры будут все равно снимать конфетку. А вот пластиковый корпус, который мой коллега в текстовом репортаже, ссылочка здесь и в описании, далеко не похвалил, я хвалю от себя. Любил я, простите, воральные отверстия, все ваши флагманские стекла, которые без чехла скользкие, до одури и залапываются жирными пальцами до консистенции сала. А пластик с хорошим охладом это норм. Дичайше апрувлю. Ес. English is a Capital of Great Britain. Теперь 5G. Realme GT его поддерживает, разумеется. Но какое нам вообще, так сказать, простым обитателям задворок Европы до этой технологии дело? Первое и самое главное. Скорость. Представьте себе проводной интернет. Да, гигабитный, допустим. А теперь представьте, что этот вот гигабитный интернет вам не нужен. Потому что ваш телефон передает и получает данные с той же скоростью. И даже быстрее. Qualcomm на днях показала теоретические скорости для 5G в 10 гигабит в секунду. Так зачем вам вообще кабель? А он и не нужен. И люди от него отказываются. И я не выдумываю и не высасываю с потолка. Исследования из США и других стран, где уже есть 5G, показали, что люди после покупки смартфонов с 5G переставали платить за кабель интернет, потому что он им даром не сдался. Реальные испытания в Дубае показали пол гигабита в секунду в качестве рекорда реальной скорости. Ну, реально через спид-тест, но все же. При этом во многих местах скорость не превышала 200 мегабит. И как для стандарта связи, революционного настолько, что необразованные селюки его попросту боятся, это звучит не очень революционно. Но как для ненастроенной и неоптимизированной нормальной сети, а в Дубаях именно такая, это очень-очень круто. Особенно учитывая, что 4G с тестового смартфона Realme 6 показывал скорость в 10 раз меньшую. В 10 раз меньшую. И да, я даже больше скажу, мой роутер за 1000 гривен по Wi-Fi 5 выдает не более 200 мегабит. Во всяком случае, за моим рабочим местом. А тестировать мне в других местах нет смысла. А с 5G вам ни роутер не нужен, ни кабель. Вы можете воткнуть модем 5G в компьютер и получить скорости, которых хватит даже на поиграть по интернету. Со вполне приемлемым пингом. И нет, Realme GT не является ни самым доступным, ни самым дорогим 5G смартфоном. Но он настолько доступен деньгами и настолько дорогой фишками, что я без фрустального шара могу предсказать его судьбу. И миллионные продажи, скажем так. Ну а теперь фоточки и видео. А я за чаем. А я забыл включить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok